Продолжение следует... Сегодня я хочу представить вашему вниманию мастер-класс по вязанию свитера Медвежья Лапка. Модель, конечно же, не новая, но я решила связать такой свитерок, имея в запасе пряжу, но о ней чуть позже. Перебрав несколько вариантов этой модели из интернета, я объединила их в одно целое. За основу взяла свитер из журнала Сабрина, за 2018 год номер первый, но вязала по другой схеме, сам узор. Все эти схемы, страницы с описанием из самого журнала вы сможете отскриншотить и воспользоваться в случае необходимости. Прежде всего, чтобы вы имели представление о том, что мы вяжем, я схематически изобразила все это. И теперь вкратце объясню. Раппорт узора 42 петли. И раппорт состоит из двух секторов по 21 петле. Вот, посмотрите, это наши секторы. Один сектор 21 петля и второй сектор 21 петля. Всего мой свитер это 2,5 раппорта или 5 секторов. Число секторов должно быть нечетным. Размер этого свитера от 42 до 48, так как это модель оверсайз. Ширина переда и спинки составляет 56-58 сантиметров. Это вы можете увидеть на схеме. Если нужно уменьшить или увеличить размер, то запоминайте. Оставляйте полтора сектора по центру переда или спинки. А боковые петли, это будет у вас лицевая гладь. При этом ее можно увеличить или уменьшить. С этим разобрались. Все необходимые цифры, высота или длина свитера, ширина, глубина проймы, ширина плеча и другие мерки. Все есть на этой схеме. А сейчас мы подберем нитки и начнем вязать. Для вязания я подобрала такую пряжу. Лана Голд Файм. 49% шерсти и 51% акрила. В 100 граммах здесь 390 метров. Нам понадобится 4 таких бунтика. Еще Лана Голд 800. Состав тот же. В 100 граммах 800 метров. Эти нитки я соединила и буду вязать в 2 нитки. Понадобится, еще раз повторю, 4 бунтика. Ализе Лана Голд Файм. И 2 бунтика Лана Голд 800. Но это при условии, если ваш размер будет вот такой, как у меня. И рукав короткий. Напоминаю. Теперь мы все подобрали. Спицы у нас 4 миллиметра. Подобрали нитки и спицы и будем вязать. После того, как мы набрали на спицы 114 петель, нужно провязать резинкой 2 на 2. Но резинка у меня необычная. Она пышная. Как вяжется эта резинка? Сейчас я вам покажу мотив узора, который состоит из двух рядов. В первом ряду мы вяжем 2 изнаночных. Затем на спицах у нас 2 лицевых петли. Мы провязываем их вместе за задние стенки с наклоном влево, скажем так. После этого левой спицей подхватываем первую петлю. Вот так. И провязываем ее лицевой. Еще раз. 2 изнаночных. 2 вместе лицевой за задние стенки. Подхватываем левой спицей первую петлю и провязываем ее лицевой. Продолжаем вязать до конца лицевой ряд. В изнаночном ряду мы провязываем все петли по рисунку. Другими словами, 2 лицевых и 2 изнаночных. И так вяжем нашу резинку нужной высоты. 5-6 сантиметров. Переходим к основному узору. В последнем изнаночном ряду резинки я сделала разбивку. Теперь рассказываю. Раппорт узора у нас составляет 42 петли. На схеме показано 38 петель. Поскольку между двумя петлями изнаночными я добавила дорожку из двух пышных столбиков. Вы поймете в процессе вязания. Теперь все наши петли, убавив одну петельку в середине, я разделила на 5 секторов. В каждом секторе у нас по 21 петле. Теперь мы начнем вязание с первого ряда. В начале ряда кромочную снимаем. Затем провязываем, это у нас начало раппорта, мы провязываем одну изнаночную. Затем один пышный лицевой столбик. Две вместе лицевых и одну первую петлю подхватываем и провязываем ее лицевой. Вы помните, точно так же, как мы вязали на пышной резинке. Далее одна изнаночная. Теперь смотрите внимательно. Вяжем 5 лицевых петель. Раз, два, три, четыре, пять. Далее нам нужно провязать две вместе лицевой с наклоном вправо. Петли мы разворачиваем. И за передние стенки провязываем две вместе лицевой. Провязали. Далее у нас одна лицевая. Накид, лицевая, накид. Теперь вяжем одну лицевую и две вместе лицевой за задние стенки с наклоном влево. Провязали. Вы поняли, здесь мы провязали две вместе вправо, а здесь влево. В процессе вязания вы все это поймете. Тем более есть схема. Вяжем еще пять лицевых. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь, это мы связали первый сектор. Теперь вяжем изнаночную, пышный столбик и еще одну изнаночную. Далее, смотрите внимательно, следующая, вторая часть нашего рапорта. Накид, три лицевых, раз, два, три, две вместе лицевой с наклоном вправо, еще три лицевых, раз, два, три. Одна изнаночная, три лицевых, раз, два, три, две вместе лицевой с наклоном вправо, разворачиваем петли и провязываем две вместе лицевой с наклоном вправо. Провязали. Далее, три лицевых, три, один накид. Все, рапорт у нас закончился. Ровно сорок две петли. Два сектора провязано. Теперь продолжаем вязание наших рапортов. Изнаночная. Пышный столбик из двух петель лицевых. Одна изнаночная. И продолжаем вязать точно так же, как и до этого. В конце первого ряда у нас остается еще один, пятый сектор. Это начало нашего рапорта. Первая его часть. Я еще раз покажу, как он вяжется. Одна изнаночная, затем две вместе лицевой с наклоном вправо. Подхватываем первую петлю, провязываем. Это получился у нас лицевой пышный столбик. Я не буду больше повторять вам этот момент. Вы поняли, да? Еще одна изнаночная. И теперь мы вяжем пять лицевых. Раз, два, три, четыре, пять. Далее две вместе лицевой с наклоном вправо. Одна лицевая, накид, лицевая, накид. Еще одна лицевая и две вместе лицевой с наклоном влево. Провязали. Заканчиваем раппорт пятью лицевыми петлями. Провязали. Теперь у нас по рисунку идет для симметрии в конце ряда. Мы вяжем одну изнаночную, пышный столбик, еще одну изнаночную и кромочную. Второй ряд. В начале ряда мы кромочную снимаем. Затем провязываем 25 петель по рисунку. И теперь начало раппорта. В начале раппорта у нас накид. Мы провязываем его изнаночной. Вот так, чтобы получилась дырочка. Далее. Один накид. Три изнаночных. Раз, два, три. Провязали. Затем две вместе изнаночной с наклоном влево. Провязали. После этого вяжем еще две изнаночных. Провязали. И одна лицевая. Еще две изнаночных. Теперь нам нужно провязать две вместе изнаночной с наклоном вправо. Для этого мы снимаем две петли на правую спицу. Затем подхватываем левой спицей. Смотрите внимательно. Подхватываем первую петельку. Меняем их местами. Первую на вторую. Поменяли. Первая у нас за работой. И провязываем эти две петли вместе изнаночной. Провязали. Далее три изнаночных. Раз, два, три. Накид. И еще одна изнаночная. Провязали. Теперь вяжем четыре петли по рисунку. И еще 17 петель также по рисунку. И продолжаем вязать наши раппорты изнаночного ряда. Второго. Третий ряд лицевой. Третий ряд у нас начинается... Все лицевые ряды у нас начинаются с начала раппорта. А все изнаночные ряды мы провязываем в начале 1 сектор 25 петель по рисунку. А затем уже переходим к раппорту. Итак, третий ряд. Кромочную снимаем. Далее мы вяжем изнаночную. Пышный столбик. Две вместе лицевой и так далее. И еще одну изнаночную. Эти четыре петли, если можно, я больше не буду заострять свое внимание на них. Далее мы вяжем четыре лицевых. Раз, два, три. Четыре. Две вместе лицевой с наклоном вправо. Провязали. Затем вяжем еще одну лицевую, накид, две вместе лицевой с наклоном вправо, один накид, одну лицевую и еще один накид. Таким образом мы считаем, у нас получается три накида. Раз, два, три. И после этого вяжем одну лицевую и две вместе лицевой с наклоном влево. Провязали. Четыре лицевых. Три, четыре. После этого четыре петли между секторами провязали. Продолжаем наш раппорт. Две лицевых. Две лицевых. Один накид. Три лицевых. Три. Две вместе лицевой с наклоном влево. Провязали. Одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая, две вместе лицевой с наклоном вправо. Провязали. Три лицевых. Один накид и две лицевых. Все, раппорт мы закончили. 42 петли. Далее мы провяжем еще один раппорт полный. И один сектор. Точно так же, как в начале раппорта. Запомнили? Продолжаем вязать. Четвертый ряд. В начале мы вяжем 25 петель по рисунку. Затем переходим к вязанию раппорта. В начале раппорта у нас три изнаночных. Накид. Три изнаночных. Две вместе изнаночной с наклоном влево. Одна лицевая. И еще две вместе изнаночными с наклоном вправо. Я вам уже показывала. Мы меняем местами наши петельки. И провязываем две вместе изнаночной с наклоном вправо. Три изнаночных. Раз, два, три. Теперь накид и еще три изнаночных. После этого мы провязываем 25 петель по рисунку. И заканчиваем четвертый ряд. Пятый ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее вяжем 4 петли пышной дорожки. Провязали. Далее вяжем 3 лицевых. Раз, два, три. Две вместе лицевой с наклоном вправо. Еще одна лицевая. Теперь накид. Две вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Одна лицевая. Еще один накид. Две вместе лицевой с наклоном влево. Накид. Лицевая. И две вместе лицевой с наклоном влево. В пятом ряду у нас получилось 4 накида. Три лицевых. Закончили первый сектор. Далее вяжем пышную дорожку промежуточную. Провязали. Теперь накид. Три лицевых. В этом секторе мы вяжем точно так же, как и в первом ряду. Две вместе лицевой с наклоном влево. Далее провязываем три лицевых. Раз, два, три. Одна изнаночная. И после изнаночной. То же самое в зеркальном отображении. Три лицевых. Две вместе лицевой с наклоном вправо. Смотрите, здесь у нас накид, который мы делали в изнаночном ряду. Провязали с наклоном вправо. Три лицевых. Раз, два, три. И один накид. Все, раппорт у нас закончился. Мы вяжем до конца пятый ряд. И в конце ряда 25 петель мы провязываем точно так же, как в первом секторе. Запомнили? Продолжаем вязание. Шестой ряд. С начала шестого ряда мы провязываем 25 петель по рисунку. Это петли симметрии. Теперь вяжем 1 лицевая, 1 накид, 3 лицевых. Повторяем петли второго ряда, второго сектора. Далее вяжем 2 вместе изнаночной с наклоном влево. Провязали. И 2 изнаночных. Раз, два, лицевая. Далее опять вяжем 2 изнаночных. В зеркальном отображении. 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Провязали. 3 изнаночных. Накид. Изнаночная. После этого мы вяжем до конца раппорта по рисунку. И повторяем наш раппорт сначала. Сначала. Продолжаем вязать 6 ряд до конца. 7 ряд. Кромочную снимаем. После кромочной, как обычно, 4 петли пышной дорожки. 4 петли пышной дорожки также входят в петли раппорта. Теперь вяжем 2 лицевых. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И еще одна лицевая. Теперь накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. В седьмом ряду у нас прибавился еще один накид. Теперь их 5. Раз, два, три, четыре, пять. В каждом ряду прибавляется один накид. И 2 лицевых. Провязали первый сектор. Второй сектор. Это у нас 4 петли пышной дорожки. Провязали. Теперь 2 лицевых. 1, 2, 1 накид. 3 лицевых. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 1 лицевая. Изнаночная. Теперь в зеркальном отображении. 1 лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 3 лицевых. 1, 2, 3. 1 накид. И 1 лицевая. Все. Раппорт у нас закончен. Продолжаем вязать седьмой ряд до конца. В конце мы провяжем петли первого сектора. Продолжим. Восьмой ряд. Сначала рядом мы провязали 25 петель симметрии, не считая кромочной. Теперь начало раппорта. Три изнаночных. В том числе и провязываем накид. Далее 1 накид. Еще 3 изнаночных. Раз, два, три. И 2 вместе изнаночной с наклоном влево провязали. 1 лицевая. И 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Поменяли местами и провязали вместе изнаночной с наклоном вправо. Далее 3 изнаночных. 1 накид. И еще 3 изнаночных. 3. Провязали. Дальше мы вяжем 25 петель по рисунку. Здесь мы вяжем 1 лицевую, 2 изнаночных. Это пышная дорожка наша. Потом идут еще 17 изнаночных. И еще 4 петли пышной дорожки. Все вяжем по рисунку. Продолжаем. 9 ряд. Кромочную снимаем. Начало раппорта. 4 петли пышной дорожки. Провязали. Теперь 1 лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Второй накид. Еще 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И третий накид. Далее 1 лицевая. 1 накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 2 вместе с наклоном влево. Накид. Лицевая. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. В девятом ряду у нас 6 накидов, 1 лицевая, первый сектор мы связали, теперь 4 петли пышной дорожки, провязали и теперь накид. 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, провязали, 3 лицевых, 1, 2, 3, это то же самое, что мы вязали, второй сектор, первый ряд, вспоминайте. Изнаночная, 3 лицевых, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевых, 1, 2, 3, 1 накид. Рапорт закончился, переходим к следующему рапорту, в конце ряда, как обычно, мы провязываем 25 петель и кромочная для симметрии, точно так же, как и в первом секторе, вяжем аналогично первому сектору петли симметрии. Десятый ряд, провязали 25 петель, не считая кромочной, для симметрии, теперь 1 изнаночная, 1 накид, 3 изнаночных, 1, 2, 3, 2 вместе изнаночной, еще 2 изнаночных, 1, 2, 1 лицевая, тоже самое в зеркальном отображении, 2 изнаночные, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо, так, провязали, 3 изнаночных, 1, 2, 3, накид и 1 изнаночная. Провязали первый сектор, затем продолжаем вязать по рисунку еще 21 петлю до конца рапорта, повторяем рапорты до конца 10 ряда. 11 ряд, кромочную снимаем, 4 петли пышной дорожки в начале рапорта, провязали, теперь вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 накид, опять 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 4. Теперь вяжем 1 лицевую, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, и еще 1 накид, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. в одиннадцатом ряду мы выполнили 7 накидов теперь продолжаем вязать раппорт 4 петли пышной дорожки далее 2 лицевых накид 3 лицевых 1 2 3 2 вместе лицевой с наклоном влево 1 лицевая изнаночная лицевая 2 вместе лицевой с наклоном вправо 3 лицевых 1 2 3 1 накид и 2 лицевых повторяем еще один раппорт и в конце ряда провязываем 1 сектор точно такой же как был в начале продолжаем вязание 12 ряд сначала рядом и для симметрии провязываем как обычно 25 петель теперь начало раппорта 33 изнаночных 1 2 3 накид еще 3 изнаночных и 2 вместе изнаночной с наклоном влево провязали лицевая 2 вместе изнаночных с наклоном вправо провязали теперь 3 изнаночных накид и еще 3 изнаночных провязали далее продолжаем вязать раппорт по рисунку 21 петля по рисунку и пойдет дальше следующий раппорт и так до конца 12 ряда мы связали 12 рядов это половина мотива нашего узора осталось связать еще 12 рядов с 13 ряда мы меняем местами наши секторы там где у нас был ажур теперь мы будем вязать лапку а там где у нас была лапка вот во втором секторе здесь мы будем вязать теперь ажур и еще теперь в нечетных рядах будем вязать в начале ряда петли симметрии уже не 25 а 21 петлю не считая кромочных а в изнаночных у нас пойдет начало ряда это будет считаться началом раппорта 13 ряд кромочную снимаем далее вяжем 4 петли пышной дорожки затем 1 накид 3 лицевых 1 2 3 2 вместе лицевой с наклоном влево еще три лицевых 1 изнаночная далее зеркальном отображение вяжем 3 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо для этого нам нужно развернуть петли и провязать их с наклоном вправо еще три лицевых и 1 накид все мы провязали 21 петлю для симметрии и сейчас будет начало раппорта начало раппорта 4 петли пышной дорожки затем вяжем 5 лицевых 1 2 3 4 5 провязали далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо петли разворачиваем провязываем их вместе лицевой с наклоном вправо 1 лицевая накид лицевая накид еще одна лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном влево после этого провязываем 5 лицевых 4 5 4 петли пышной дорожки провязали и еще раз повторяем то что мы вязали в начале ряда накид 3 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном влево 3 лицевых 1 изнаночная 3 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо 3 лицевых и 1 накид дальше продолжаем вязать наши раппорты до конца ряда в конце ряда у нас уже петли петли симметрии мы не будем вязать продолжаем для примера мы провязали два ряда после смещения и уже с 15 ряда мы будем вязать вы будете вязать самостоятельно мотивы узора всего их 4 другими словами 96 рядов и уже во второй части моего мастер-класса то есть будущее мое видео мы перейдем к выполнению праймы друзья мои дождитесь продолжение вязание свитера жду вас на своем канале